Всем привет! Меня зовут Анатолий. Добро пожаловать на канал Ящик с инструментом. Сегодня мы с вами будем тестировать триммеры. На обзоре у меня Denzel RT336. В общем, триммер аккумуляторный на 36 вольт. При этом эти 36 вольт реализованы, сами, наверное, видите, похоже на что? На Makita. В общем, два аккумулятора по 18 вольт. Сегодня с помощью наших приборов, а также разнообразных тестов, мы попытаемся понять, что это за штука такая, на что она способна и какой ее предел прочности. При этом триммер это новая тема на нашем канале, но, судя по комментариям, очень популярная. В общем, присаживайтесь, постараюсь коротко, но, как обычно, интересно. Начнем с внешнего вида. В общем, здесь все стандартно. Посередине алюминиевая штанга. С одной стороны у нас электродвигатель, корпус у него пластиковый, защитный кожух тоже пластиковый на 30 сантиметров. Есть защита, которая у нас существует для стволов, растений, либо же сооружений, чтобы леска до них не доставала. С другой стороны у нас органы управления, а также держатель для аккумуляторных батарей. У нас здесь предусмотрена защита от преждевременного пуска. В общем, просто так крючок не нажать. Сверху у нас находится предохранитель, двигаем его вперед. Далее после этого можно без проблем нажать спусковой крючок. Дополнительный держатель на алюминиевой штанге имеет регулировку. То есть можно выставить его в любом положении. Далее есть барашек, с помощью которого можно все это дело зафиксировать. В комплекте у нас идет плечевой ремень, фиксируется он в одно касание. Далее он имеет у нас регулировку. В длину триммера у нас 1 метр 58 сантиметров. Вес триммера без аккумулятора 2 килограмма 765 грамм. Вес одного аккумулятора 640 грамм. Вес в снаряженном состоянии с двумя аккумуляторами 4 килограмма 53 грамма. Сам электродвигатель имеет регулировку. В общем в одно касание сдвигаем тумблер, после этого можно выставить практически с диапазоном в 90 градусов. Также здесь есть 5 фиксированных положений. Ну и фиксируется это также в одно касание. Это у нас не просто триммер, а 2 в 1. Триммер плюс кромкорез. В общем в одно касание переворачиваем его на 90 градусов. Далее берем комплектные колеса, крепятся также в одно касание. И можно без проблем подрезать кромку. За счет того, что у нас в комплекте идут двойные колеса, кромка получается идеально ровная. В комплекте у нас две катушки. Одна сразу же стоит на триммере, вторая запасная. Катушка имеет автоматическую подачу лески и леска, которая здесь используется 1.6 миллиметра. При этом не нужно забывать, что аккумуляторные инструменты Denzel работают на единой аккумуляторной системе. Называется она Denzel Battery System. В чем здесь преимущество? Здесь у нас два аккумулятора по 18, я могу с триммера их снять и поставить без проблем, к примеру, в шуруповерт. И шуруповерт у нас будет работать. Теперь погнали по характеристикам и начнем, как обычно, с оборотов. По паспорту Denzel нам обещает 6700 оборотов. Сейчас видите бирку. А если взять прибор мини-тахометр, то вы видите, что оборотов гораздо больше, 8500. Далее проверим емкость аккумуляторных батарей с помощью прибора, который называется IMAX B6. То есть с помощью этого прибора мы полностью заряжаем батарею, а потом с одинаковым током разряжаем. В общем, вашему вниманию фотография теста. Основное, на что нужно обратить ваше внимание на этой фотографии, это справа снизу. Это количество миллиампер, которые мы смогли вытащить с батареи. Батареи у нас на 4000 миллиампера, смогли мы вытащить 3373 миллиампера. Теперь самое интересное, а именно тестирование. В общем, первым тестом у нас будет работа на холостом ходу. Тем самым мы, с одной стороны, имитируем работу с маленькой травкой, но при этом посмотрим, сможет ли триммер работать без остановки и вообще справится ли с этим двигатель. Вашему вниманию то, что у нас получилось. В общем, триммер у нас в таком режиме проработал 46 минут, после этого у нас полностью разрядился. По нагревам 37 градусов сам двигатель, аккумуляторная батарея до 38 градусов. Теперь пожёстче. Идеального газона у меня не нашлось, но нашлась стандартная дорожная обочина. Опять же, на первый взгляд кажется, что всё ровно, но на самом деле у нас высота травы порядка 40-50 сантиметров. Рельеф вообще кривой и непонятный. Есть куча разнообразных кирпичей и всяких разнообразных бутылок. В общем, вашему вниманию, как всё это дело я косил. Косил я впервые и за это время, опять же, изучал, как держать косу, какой угол выбирать, чтобы не косить землю и тому подобное. В общем, в данном режиме коса у нас проработала 32 минуты. После этого она у нас нагрелась, сам мотор до 32 градусов, аккумуляторная батарея до 39. За время работы я смог накосить квадрат 12 на 12. Это получается порядка 150 квадратных метров. Сотки у нас 100 квадратных метров. Получается, за один заход я смог сделать полторы сотки. Но количество накошенного, на мой взгляд, больше зависит именно от вашего мастерства, высоты травы, а также от рельефа. То, что сегодня я косил, это, на мой взгляд, жёсткий режим, потому что в основном я либо же косил холмы, либо же кирпичи, либо же бутылки. Поэтому больше бы я ориентировался на время работы триммера. То есть в жёстком режиме он работает 30 минут, в лайтовом режиме 45. А уже как у вас будет в жизни он работать, всё будет зависеть от вашего мастерства, высоты травы, а также рельефа. Далее у многих возникнет вопрос. Вот проработал я 45 минут, а что же дальше? Дальше у нас разряжаются аккумуляторные батареи, их нужно заряжать. Для зарядки у нас идёт в комплекте зарядник на два аккумулятора сразу. Зарядник имеет ток зарядки 3 А, при этом два аккумулятора заряжаются одновременно. На полную зарядку двух аккумуляторов потребуется 1 час 20 минут. Далее многие спросят, на что способен этот триммер. Можно ли им залезть в какую-нибудь здоровую траву, либо же скосить какие-либо кусты. Оборотов, повторюсь, у данного триммера хватает. Если сравнивать его, например, с сетевым, у сетевого 8000 оборотов, здесь 8500. То есть разница между сетевым и аккумуляторным вообще никакая. Соответственно, залезть можно, козит, опять же, я проверял. Но по поводу кустов, здесь нужна совершенно другая насадка. Её в комплекте нету. В комплекте у нас две головы под леску. И леска у нас 1,6 мм. Из чего можно сделать вывод, что данный триммер больше рассчитан для обычного придворового, опять же, садового участка, для дачи и тому подобного. Давайте посмотрим, что находится внутри. Начнём, как обычно, с аккумуляторных батарей. Первое, что хочется отметить, здесь есть индикатор заряда батареи. Далее. По банкам фотографий сейчас видите, здесь стоят у нас IF ICR8650. Это у нас 4-х амперные батареи, то есть два ряда 2-х амперных. Для интереса, у меня есть батарея, вот она, DeWalt. И смотрим, что находится в DeWalt. Фотографии сейчас видите, это IF ICR8650. То есть одно и то же. Что в Denzel, что в DeWalt. Одни и те же самые банки. Как снимается вот эта штука? В общем, зажимаем, снимаем. Далее вытаскивается сама леска. Идёт она вот в такой вот фиговине. Чтобы снять головку, у нас здесь стоит стопорное кольцо. Снимаем стопорное кольцо, можно заменить головку. Разбираем дальше. Короче, смотрите. Здесь у нас внутри находится щёточный движок. Примерно такой же, как и на болгарках. По проводам достаточно толстые. Ну и здесь у нас везде присутствует термоусадка. Места примыкания. Есть вот эти синие демпферы, чтобы корпус у нас не вибрировал. А внутри редуктора у нас ведомая шестерня металлическая. А здесь композитный материал. Хочу напомнить, что данный триммер работает от единой аккумуляторной системы. Называется она Denzel Battery System. Что это означает? Что от одной аккумуляторной батареи можно запитать кучу разнообразного инструмента. Если перейти на официальный сайт, который называется DenzelDefeatPower.com, то можно увидеть кучу разнообразного аккумуляторного инструмента на этой платформе. Есть шуруповёрты, винтовёрты, куча разнообразных пил. Даже присоска для плитки есть. Кроме аккумуляторки, есть также сетевые, ручные и измерительные инструменты. Куча сварочного и строительного оборудования. Есть также гарантия. Гарантия, к примеру, на данный триммер 3 года. Ссылка на официальный магазин Denzel, а также промокод на скидку 10% находится, как обычно, в описании. Итоги выше увиденного, а также моё мнение. В комментарии напишите, что вы думаете по поводу данного триммера. Понравился он вам, либо же нет. Если вам интересно моё мнение, то это первый мой вообще подобный триммер. Ну и мне, в принципе, зашло. Потому что, во-первых, он лёгкий, достаточно тихий и при этом автономный. Единственный минус. Хотелось бы, чтобы он ещё бы складывался. И тогда получился бы ещё ультракомпактный. Далее, это у нас проба пера. В дальнейшем планируется добавлять ещё подобные триммеры. И опять же, в комментариях напишите, какие бренды вы хотели бы увидеть. Ну и опять же, может быть, вам интересно сравнить тот же самый аккумуляторный против бензотриммера. Также пишите в комментариях, попытаюсь устроить. По поводу тестов. В общем, в комментариях напишите, понравились они вам, либо же нет. Рубрика у нас новая. Соответственно, если есть какие-то идеи, что нужно добавить, либо же убавить, welcome в комментарии, давайте вместе решать. Потому что истина рождается, грубо говоря, в споре. На этом у нас сегодня всё. Если ролик оказался интересным, либо же полезным, отблагодарить нас достаточно просто. Лайк, репост, подписка, комментарий и тому подобные простые действия. От вас требуется всего лишь клик, а этот клик помогает нашему каналу расти. Делать всё больше интересных и полезных видео. На этом всё. Спасибо за просмотр. До новых встреч.